Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья Маканула Моя Американская Столя. Ребята, в этом видео я хотела бы сделать обзор средней школы, вернее, не правильно сказала, не средней школой, а школы для средних классов снаружи. Я не сняла, к сожалению, её внутри, потому что, ну, во-первых, это было в воскресенье, и двери были закрыты, а во-вторых, я, честно говоря, думаю, что нельзя снимать внутри школы, а если я это буду делать, когда дети нет, я не совсем уверена, что мне разрешат делать такое видео, то есть гулять там можешь, в классы там заходить, когда никого нет, это можешь делать, но насчёт записи я не уверена, но я попробую, я как-нибудь зайду, и если я начну снимать, мне ничего не скажут, то я сниму, и тогда сделаю обзор школы также и внутри. Я там была, поверьте, она просто обалденная, эта школа. Ну вот, вы, наверное, все прекрасно знаете, почему я говорю про школу средней классы. Дело в том, что в США, может быть, наверное, где-то и есть, может быть, какое-то исключение, но вообще я никогда не видела одну школу на всех, как это в России, то есть одна школа, и в ней учатся и младшие классы, и старшие классы, и средние классы, все вместе, и малыши, и подростки. В Америке немножечко не так, здесь есть три школы, то есть на каждый zip code, zip code это индекс, а есть минимум три школы. Младшая школа, куда ходят только малыши, насколько я помню, с первого по пятый класс, в средних классах дети учатся, ну, опять, в зависимости от школы, иногда с пятого, иногда с шестого класса, по девятый класс, но и старшая школа, это уже десятый, одиннадцатый класс, насколько я знаю. Вот так вот, школа, которую я снимала, я, это как раз вот для подростков, не для малышей, не для юношей и девушек, а вот именно для подростков где-то с одиннадцати или с двенадцати до пятнадцати лет где. Почему я сказала, что на каждый индекс минимум три школы? Это все зависит от индекса, насколько он большой, то есть это не на город две-три школы, а вот именно на индекс. Индекс, город может быть любых размеров, но на каждый индекс приходится по три школы. Если индекс довольно-таки большой, например, наверное, в Нью-Йорке там город довольно-таки большой, наверное, индекс там большой, и там может находиться по несколько младших школ, средних школ и так далее. Там, где я живу, у нас вот именно три на индекс школы. Что меня поразило, наверное, не совсем правильно делать обзор на американскую школу и сравнивать это с российской, да, я просто очень часто читала комментарии, типа, вот ты делаешь видео про Америку, про Америку и говори, не сравнивая с Россией. Но, честно говоря, это было очень трудно делать, не сравнивать американскую школу с российской, потому что каждый раз, когда я гуляю вокруг этой школы и смотрю на неё, мне доказались к детям, которые там учатся. И я всё время вспоминаю свою школу, в которую я ходила, потому что, если вот эта одна школа огромная для средних классов на этот маленький, он не очень большой этот индекс, вот на весь этот индекс, и там же располагаются дома, они как в России, в городах, это, опять, это не деревня, вот именно в городах, там же что и стоит? Многоэтажки, в многоэтажках, ну, по крайней мере, у нас в городе было минимум 9 этажей, минимум 9 этажей, представляете, сколько там семей жило, детей жило, если только в одной девятиэтажке, ну, не знаю, сколько там, 100 квартир, вот, то есть это 100 семей и сколько в них детей, и все ходят в одну школу, то это на дома, ну, то здесь же, там, где я живу, там многоэтажек нет, там есть частные дома, ну, сколько можно по настройке этих частных домов, всё равно. Но количество участников должно быть меньше, а школа, ну, если не в три раза, то в два с половиной раза точно больше, чем так, в которой я училась, но учеников, в той, в которой я училась, было, ну, не знаю, во сколько раз больше, чем вот в этой школе, только для средних, или для младших, или для старших. Я в будущем сделаю обзор и младшей школы, и, может быть, старшей, старшей, конечно, обалденной, я, я, как бы, туда никогда не захотела, потому что она довольно-таки далеко от меня, а, там, нужно или пешком идти 40 минут, или ехать на машине 5 минут, эти-то две у меня прям в шаговой доступности, там, 2 минуты до одной, 2 минуты до другой идти. Вот, ну, сделаю, думаю, вам это будет интересно. Ну, вот, я хочу, чтобы вы посмотрели на именно среднюю школу, ее территория, что к ней прилегает, что есть вокруг нее. Эта школа государственная, бесплатная, рейтинг этой школы восьмерка. Все те, кто живет в этой индексе, в принципе, опять, она в шаговой доступности для практически всех. Для тех, кто не может доехать, дойти до этой школы пешком, тех разводит школьный автобус. Итак, если вам интересно, добро пожаловать со мной. Ребят, в общем, звук я записываю отдельно, я просто снимала на улице, но сейчас записываю звук, потому что не хотела дочку убудить. В общем, это уже школа, вот слева коричневая эта школа, это вся территория. Я начала снимать уже, когда я зашла за школу, но я покажу и то, что есть перед школой. Итак, во-первых, там 6 кортов, или 4, а нет, 4, вот 4 корта здесь. Они доступны всем, то есть, естественно, когда идет учебный день, наверное, любой человек не может прийти и начать играть, потому что, я так понимаю, здесь физкультура проходит. Но, а, 6 кортов, да, вот еще 2, там 4, 2, 6 кортов. И вот стенка для того, чтобы, ну, кто в теннис играет, да, мячиком бить, тренироваться. Это вот все, территория школы. Школа просто огромная, ну, вы увидите, я только-только за нее зашла. За школы это все. Вот, сетка там висит, то есть, опять, двери открыты. На выходных любой может прийти играть. Три вида мусорки, два вида мусорки, как всегда, для переработки и обычная мусорка. Как вы видели там, эту школу, как вы там видели еще, и баскетбольная площадка есть. Я думаю, что после учебного дня, наверное, можно прийти поиграть. Но, опять, приоритет будет отдаваться тем людям, которые там учатся. То есть, тем подросткам, которые учатся в этой школе. Если вы придете в 4 часа, чтобы поиграть в теннис, и там будут тренироваться подростки, учащиеся этой школы, то, наверное, вам надо ждать, когда они скамеечки. Когда они, вот на этих же скамеечках подождете, когда они закончат тренировку, и потом сами пойдете. Но, опять, сколько раз я здесь ходила, они всегда свободные, корты были. Опять, вот я мусорки сняла. То есть, видите, с малых лет их приучают к порядку, к мусоркам, что есть для переработки, есть для мусора. А это я вот просто хочу вам показать, как чисто у подростков в школе. Это корты, те, опять, кто играет в корты, ой, в теннис, там еще футбол на поле, если вы видели. Покрытие. Хорошее, добротное покрытие. И абсолютно бесплатно. Вот четыре кольца для баскетбола. И там за баскетбольной площадкой, если вы видите, еще и футбольное поле, вот именно soccer, европейский футбол, там за этим, за забором. Я туда уже не пошла. То есть, уже вот это вот еще два баскетбольных, по-моему, или это американский футбол, или бейсбол. Я, честно говоря, в них вообще не понимаю, вот где там песком посыпано. То есть, еще два, по-моему, бейсбольных поля. То есть, дети могут играть в теннис на физкультуре, заниматься бейсболом, заниматься баскетболом. Наверное, на выбор. Это опять школа. Это за ней, за школой, не спереди школы. Я хотела вот зайти вот сюда, вот за эту школу, а она, знаете, как-то зигзагом идет. Не напрямую как бы построена, а зигзагом, поэтому она еще больше, кажется, столик. Ну, наверное, выходит, некоторые детки могут покушать за этим столиком на обед. Не знаю, есть ли там еще где-то. Вот. Вот посмотрите, какая огромная школа. И опять, она идет зигзагом. То есть, спереди, сзади, спереди, сзади. Вот он еще, этот баскетбольный. По-моему, это бейсбольная площадка. Ну, если кто знает, поправят меня, если это не бейсбольный. По-моему, в бейсбол они вот тут вот играют. Я несколько раз видела, как дети тренировались на бейсбольном поле. Американский футбол, по-моему, все-таки у старшеклассников поле такое. Вот. Это я просто школу показываю. Вот она идет, 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 идет. Как нескончаемая. Вот. И опять вы видите, спереди, сзади, спереди, сзади. Она вот так вот построена. Не одним, не сплошняком. Вот. И это все территория вокруг нее. Очень много деревьев, очень много травки. Травки, как вы видите, здорово. И опять чистота, везде чисто. По-моему, сзади школы довольно-таки чисто. Ну, и школа. Не знаю, меня она, например, не пугает. Я когда в России жила и ездила мимо школ, господи, как же мне страшно. Некоторые школы, не все, но некоторые такие, они старые были, старые постройки, может быть, в начале 20-го века или 30-е, 40-е годы они были построены. Из кирпича, из серого, господи, как же мне страшно было у них. Когда я их проезжала, думаю, слава богу, я там не учусь. Вот. А эта школа, не знаю, мне абсолютно как бы не страшно было вокруг нее гулять. И вообще всегда так спокойно учатся ли там дети. Ой, это я бабочку сняла, такая красивая бабочка, ребят. Я прошу прощения, конечно. Синяя с мою руку, она огромная просто. С ладонь. Ну, правда, здесь, наверное, не очень видно, что она с ладонь. Вот. А это уже спереди школы, спереди. Я ее вот обошла сзади. Это она спереди. Что там написано-то? Ну, всякие предупредительные знаки, в общем. И на испанском, вот это на испанском и на английском было, то есть на двух языках. А это я вам специально хочу показать. Это как бы для инвалидов и для коляски. То есть бордюр он специально сделал для того, чтобы коляску или там инвалидное кресло, по ней можно было, видите, по ней можно было проехать. Вот. То есть оно как бы спускается. Вот. Если вы видите. И даже не знаю, как по-русски сказать, оно как бы урезано, этот бордюр. То есть скакать не нужно. Это сделано опять для того, чтобы инвалиды, которые абсолютно нормально обучаются со всеми остальными в школе, имели возможность съехать, а не по бордюрам скакать. Вот, вам я еще раз показываю, да, что видно было, как можно легко как для сочнику съехать. Вот. А это для инвалидов парковка. Посмотрите опять, сколько много. Это здесь, еще там я потом сниму несколько для инвалидов парковок. То есть они зарезервированы. Если кто-нибудь поставит на это место машину, где не будет знака инвалид, их могут штрафануть. А это велосипед. Вот я сколько гуляю. Ребята, он не привязан. Вот я сколько гуляю. Гуляю тут, не знаю, час, наверное, гуляла. Вот он все валялся, никто его не спер. Так. Ну, опять я показываю. Это уже спереди школы. То есть опять очень много деревьев. Опять чистота. Очень много парковочных мест. Почему? Потому что многих родителей на машине привозят и увозят. Это еще одна. Я все никак не могу успокоиться. Записывать их для колясочников и инвалидов. Там доска просто, где написано, какие-то события в школе происходят. Они меняют каждый раз их. Там концерты, скамеечки опять родители могут или на скамеечках подождать, или же в машине у себя. Это расписание автобусов, маршруты автобусов. Могут подойти посмотреть люди, которые отправляют своих детей на автобусах. Парковки очень много, потому что все учителя приезжают на машинах. Ну и потом, когда бывают всякие различные мероприятия, типа концертов, то, естественно, приезжают люди. Эта парковка как раз для визитеров. Там есть, наверное, зарезервированные и для учителей, ну и есть и для родителей. И опять везде очень-очень чисто. А это вот около... В школе тоже, в самой, не знаю, что такое их кондиционеры, что ли, и нагреватели хитрые, или вода их, собственно, не знаю. Наверное, электричество это их. Ну, я не уверена, что это такое. Может, кто знает. Опять мусорки. Смотрите уже, сколько мусорок. Пятые по счету, наверное, мусорки. Вот опять, смотрите, сколько для инвалидов парковок. Посмотрите, вот с эти синенькими квадратиками, это все для инвалидов около школы. Так что любой инвалид, да, может сюда припарковать свою машину, и никто ее не угонит. Ребята, извините, что я перебила это. Я просто хотела сказать про этого мотоциклиста. Вы слышали, да, мотоциклист проехал? Я не успела его заснять. Но когда он проезжал, то есть я повернулась, я смотрю, он едет. И он, так как он мотоциклист, вы сами понимаете, мотоциклы делают такие звуки. Он понимает, что я везу коляску, что она там закрытая, что там спит ребенок. И когда он ехал, он передо мной извинился за то, что он едет и создает шум. Он поднял руку, он типа, извини, пожалуйста. То есть здесь поднятая рука означает, а, извини, пусть он ехал. Sorry, типа, прости. А вообще я поражена, конечно, здесь поведением еще и подростков, потому что вот к этой же школе относятся и подростки. Ну, они туда ходят, и вот такой вот самый такой, наверное, самый противный такой возраст подростков, да, с 12 до 15-16 лет. Потому что с 16 лет все-таки это уже, наверное, юношество больше. Ну, и люди уже взрослые, понимающие и так далее. А это вот именно вот эти вот подростки. И я поражена тем, что... Я не говорю, что все 100% такие. Но есть кемешные дебилы всякие, но большинство все, я, наверное, процентов 70-80, абсолютно нормально, адекватные люди, которые, естественно, не пьют, не курят. То есть об этом я вообще не говорю. Но сколько раз у меня было, что... Я опять иду с коляской, или я одна, когда еще не было ребенка, ходила, гуляла. И едут на велосипеде эти подростки. Сколько лет? 14-15, да? Опять, наверное, плохо сравнивать с Россией, когда я говорю про Америку. Но когда я вижу подростков, мне вот из России у меня этот страх, что они что-то могут сделать такое не очень хорошее. Или обругать тебя, или там ей ударить тебя, оторвать, ну, сумку взять. Ну, мало ли что. Я никогда не забуду, когда я работала в России, в детском майкере, и мы поехали в парк. Ну, там обычный парк, где карусели, деревья, все такое. А с детьми... Это был школьный лагерь. И как какой-то подросток ехал, прям вот ребеночек стоит на дороге, в парке, в парке, это неасфальтированная дорога была, там между деревьями. И вот он едет прям на ребенка, чтобы сбить вот специально. И вот, и когда я это убрала, так на меня еще и наорал, обматерил меня. Нет, да я не знаю, был я, сколько, 19, наверное, какой-то курс института, там практику проходила. И вот у меня, вот этот вот неприязнь к подросткам с Россией, не то, чтобы неприязнь, я их очень боюсь, потому что... И опять, не знаю, как у вас, но в большинстве случаев, если стоит какая-нибудь телекомпания, или даже если один-два подростка, идут, обязательно тебя оскорблят. Опять, может быть, сейчас поменялось, я не знаю. Но здесь, сколько раз, я вот поражаюсь, я здесь перестала бояться подростков. Но, как бы, в начале первой секунды меня там... А потом все, я расслаблась, стою, стоп, я в Америке. То есть, сколько раз у меня было, что меня поражало, что, когда ты идешь, и навстречу тебе идет подросток, то, наверное, 8 из 10 с тобой всегда поздороваться. Hi, how are you? Дети вообще всегда здороваются, мелкие, мелкие, не подростки. Вот. Сколько раз было, что они едут на велосипеде, вот по дорожке, по которой я гуляю, да, я вижу, они на меня едут. Они не только меня объедут, то есть, они выйдут на своем велосипеде на траву, или соскочат с велосипедом, дадут мне пройти. Или, ну, большинство, они съезжают с дороги на траву, еще извиняются передо мной и здороваются со мной. Дети подростки, до которых я вообще совершенно никогда не видела. Вот. То есть, это не соседи, ничего, я с ними не знакома. Я этому всегда прожаю. Степан, и здесь, конечно, они молодцы. Вот. Ну, опять, эта школа уже спереди, я хочу немножечко показать, чтобы вы посмотрели. Тут какая-то идея. Вот. А это, вот сюда вот въезжают машины, чтобы забросить учеников, а потом забрать. Ну, и здесь вот, через дорогу уже дома, откуда ходят дети в школу, если не ходят. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.